Не ест, не пьет. И говорят, в нем бьет. Пришел сын человека, ест и пьет. И говорят, вот человек, который любит есть и пить вино друг мытарям и грешникам, и оправдан премудрость чадами ее. Ну кто считал Евангелие? Эти слова помнятся вам? А о чем смысл-то? А это означает, если кто не идет, его ни добром, ни лаской, ни битьем, ничем не укатаешь. Он упертый стоит. Иоанн совершенно не похожий на других людей был. Не пьет и не ест. Что в этом не божественно? Не пьет. Это означает, что человек воздерживает. Не вино, а не пьет. А он воздержан даже в воде был. И не ест. Люди все измеряются по себе. И как они определили, ой, какого пророка дал, да какие мы радостны, да при нашей жизни. А ведь это и было, что Бог посетил Израиль в лице Иоанна Крестителя. Сегодня 8 июля, вчера день его памяти. Рождение. И как определили, а бес в нем? Бес. Потому что вы делаете так, как мы. Вот даже задумываются, ну неужели это мог Израиль говорить? Это чисто породные евреи, из священнической среды, ничего он не делал, на стенку не лез, нормальная жизнь, но поздвиг его. Он перешагнул границу обычного жития человеческого и определяет бед в себе. Вот сегодня ведь точно так же. Вот нормально, что означает нормально? Нормально, ну как, кончил школу, институт. Ну нормально живет. Ну нормально живет, как, в институт поступил. А там он ходит, блудит, выпивает, родители немало не беспокоятся. Ну нормально, в армии отслужил. Нормально. Дальше, ну нормально, женился. А там ничего нормального нет. Если там нет Слова Божия, нет молитвы, нет ревности по Богу, вы иногда привозите людей сюда, которые не нашего круга. Вы дайте этим людям понять, что у них шанс появился узнать самую истину. Приведите, я с радостью их приму. Мы побеседуем. Притом вам это на пользу, в первую очередь. Если это будет душа, обращенная к Богу, возлюбленную, часто бывает, что она делается более ревностной, чем ты, ты будешь только радоваться. Мы ей закон Божий покажем. Все они приобретают люди не через обращение. Показывают в фильмах, вот старообрядцы рассеялись по всему миру, и приобретаются люди, приобретаются через смешанные браки. Он старообрядцы, значит, она будет обязательно старообрядцей. А дальше что? Вышла замуж за индейца. Ну, довершили. Ну, дальше что? Ну, развелись теперь полуиндеец на руках. Это во всем мире так. Ты приведи ее к Господу. Пусть она и будет старообрядкой, но она будет ревностным огоньком гореть там. Она будет радоваться. Довершать там нечего, там не начато еще. Я ее довершил, то есть ее похрестили. А что там довершать-то? Когда основания не положены, когда разрушены основания, что делать праздник? Павел говорит, я положил основание веры в Центу Христа, на нем смотри кто как строит. Из сены, из соломы. Из чего строится? А другое говорит, из золота, драгоценных камней. Чтобы был у нее страх Божий. Она будет день и ночь благодарить, что ты оказал ей честь. Что она оказалась среди верующих. Там, где пропадется слово Божие. Где такой чудный порядок в храме. Такое уважение к божественной литургии. Она впервые увидела, что оглашенная выходит. Как ее сердце дрожнет, что она с тобой познакомилась. Она это все будет к тебе возводить. Она себя счастливной будет считать. Вы упускаете момент. Сегодня у нас занятие. Ты просто трепещи. А во сколько занятий будет? Скорее этого нового человека привезти, чтобы успели побольше там вложить божественного семя. Я потом стараюсь это развить. Все, что на его идиот, миловидность обманчива. Соломон говорит. Какая бы она красавица ни была. А жена, боящаяся Бога, достойная стяческой похвалы. Что она Бога боялась, тебя чтила, поперек не стояла. Почему так много разводов? Основание не положено. Все на дыму. Любовь. Это не любовь. Было бы страстное увлечение. Любовь к слову Божию. Тогда Бог даст ей любовь. Откуда пословица была? Говорит. Стерпится, слюбится. Сначала терпение, а потом слюбится. Да не просто слюбится. А разводов вообще не знали. Как у мусульман. Я говорю, сколько разводов? А такой вопрос можете, говорит, не задавать. Если разводов, то только те, которые у нас Бога не верят. Евангелист Марк. Третья глава. Двадцать первый стиль. Вот говорили, что Христос поступает в тоже ненормальный вес и пьет. Но тот не мог обратить их. Конечно, Ириану подражать это скучная жизнь будет. Не пьет, не ест. Одежда такая непривлекательная. Спит, как он спал. У него постели-то там не было. Значит, под головой камень лежал, как у Иакова. Но вот Христос пришел. Все напротив делает. И ест, выпивает вино. Вот тут пьяницы-то обрадовались. Да вино-то делается. Воду в вино превращается. Сейчас бы весь наш пруд превратился. Весь район собрал. Они прям с берега хлебали бы его. Где они нас бы бочками разводили. Ну и что, обратились-то? Нет, не обратились. Стали судить им. Вот если бы он делал это для нас, а то двух мытрем и грешникам. А мытрем и грешникам и стену оставили. Мы не такие, а так прочие. А Христос кинулся к вам, может, до реставра и грешники. Гробы отправили. Он разрушил их представление от себя. Они совсем не такими оказались. И они возненавидели Христа за степень их помешательства. Распни его. Кого? Бьют его. Узнай, кто ударил. Да ты еще не родился, узнав, что ты будешь леводник стоять и издеваться над ним. Еще земля не была сотворена. Он узнал о том день и час. Как ты будешь поднимать руку, размахиваться и бить его голонитель? Это Бог зашел на землю, воплотившись от пресновеву Марию. Ты людям это скажи. Вот это правдущий врачи рассчитает. И что? Оправдана премудрость. Я обращаюсь только на премудрость. Посмотрим, а что премудрость? А в нашей жизни она оправдана или нет, это премудрость? А сам я оправдал ли эту премудрость? Тут вопрос на вопросе. И потом все спасительные. И написано так, Марка 3, 21. Ближние его пошли взять его. Ибо говорили, что он вышел из себя. То есть пошел с ума Христос? Совершенно ненормально ведется? Я не против, а если вы будете потеряясь и приводить людей? Но не по своим делам мерзким. Ворота открыты для всех. А для Слова Божьего. Чтобы люди, уходя отсюда, были другими. Они не воровали здесь ничего. Не подглядывали. Иоанн 7, 20. Народ сказал в ответ, когда Христос сказал, вы не любите Бога, вы не знаете Его. Они говорят, не бес ли в тебе? Кто ищет убить тебя? Кто ищет убить? Да нам год назад говорили, что никто и не думает об соединении с Московской Патриархией. Прямо склялись буквально архиерею. Да я не против, объединились и все. Но нас-то поносили, за что? А мы сейчас остались как раз на той позиции и говорим, объединиться надо было, ничем не отвечали друг о друга. Ничего нет. Разницу надо создать через благовестие. Когда мы будем все едины. А как насчет разделения? Один ответил так. Прочитайте 17 главу Евангелия Трана на коленях, а потом разделяйтесь. Это глава об объединении Хриса. Тогда любите друг друга, единое стадо. Да будете едины, как я с отцом. Тогда не будет никакого разъединения. Мы совершенно одинаковые будем, верующие во Христа. Иоанна 8, 52. Они говорят, теперь мы узнали, что без тебе. То есть у них доказательство было. Как будто они его продержали, тебя домом на лишенных, и поверили, совершенно все ненормально. Без тебе. Так это в 2000 лет за бесноватым люди идут. Но если бес, тогда люди должны бесновать. А почему-то бесновать расстреляются. Если бес во Христе, а как люди верующие в Него становятся на правильный образ жизни, пьяницы делаются трезвыми, табакуры, не курят. Все меняется по-другому. Одно это говорит о том, что во Христе не было беса. А Христос говорит, беса нет во мне. Я чту отца моего, вы бесчестите меня. Когда истину будешь говорить, тебя все будут презирать. Даже ближние твои. Иоанн 8, 37. Вы ищете убить меня? Ну почему? Христос говорит, потому что слово мое не вмещается в вас. Вы не любите слово Божие. Потому что бы я ни сказал, он не вмещается. Который бороды дреть, скажи, больше в руки не возьму, это пахнет, кресту не нравится. Все на этом кончилось. Приви ко мне, скажи, какие доказательства, чтобы мне оправдать бритье? Я скажу, никакого нет. Страх Божий имеет, все. Все уже исчезло. А ты повернуешь, эта стена, этой бородой Бог тебя отгородит от мира. Ты понимаешь ли, что ты все время под мир подбелываешься, под стихией мира. Вроде есть борода, а вроде и нет ее. Не трогай ее. Бог так устроил. И тебе так будет сладостно. В малом верный над многим Бог поставит. А что хвох волос спасает? А что бритый подбородок спасает? Мы вместе будем. Это будет как елей, стекающий на бородок. А ты этого же считать не можешь. Ты должен считать как елей, стекающий на бритый подбородок. Там написано, на одежде, а урона, у нас нет, уже стекает на галсту. У нас целый, и тот в устах застрянет. Матфея 19.11. Он сказал мне, не все обещают слова, если я. Вот я говорю, я знаю, что и завтра так же буду делать. Но кому дано? А ты, друг, и мне не дано? А почему мне не дано, Господи? Почему я не избранник? Я знаю людей, которые один раз мне позвонили, не нашего круга. С чего мне начать? Я говорю, бритый сначала уничтожь. Потом будем разговаривать. И он уже звонит через день, говорит, я ее разбил. Все. Дальше выключили всякий алкоголь. Никаких бражек, чтобы дома не было. Ни одного грамма. У нас и так мало ума. У нас не 3%, а может, полтора только работает. Это не нужно, это не полезно. К римлянам 14,6 стих. Господь говорит, если кто для Господа ест, и не если для Господа не ест. Значит, во Христе Иисусе широкий профиль с поступком. Речь шла о пищи растительной и животного происхождения. Мне она не нужна, я не ем. Но я не должен судить того, кто ест. А вот сейчас придут, допустим, китайцы, и они едят жуков, лягушек, они у нас все лага чистят сразу. А если он христианин, не осуди его. Ест или не ест, не это важно. Главное, чтобы посты не нарушал. Чтобы не было, как у католиков. Ну и рыбу-то разрешается, рыба плавающая, правильно. Ну вот внутрее плавает, и ее попы приспособили к рыбам. Теперь внутрее едят. У нас это большая, как поросенок в воде живет. Лукавить только не надо. Иеремия 6,10. Вот Слово Господнее. У них поношение. Оно неприятное им. А Росква уже неприятное, поэтому я не могу к человеку подойти. Мне говорят, вот ты бы с ним поговорил, он бы обратился. Ты считаешь, написанные родные, братья во Христа не верили. Мы не знаем, какое было Росква у Павла, у Петра. Но нигде мы про них не считаем. Ну не может быть, что были все неверующие. Ну редко-редко, как у Пилиппа, апостола, сестра с ним ходила, проповедовала. Но остальное, это все в тебе. Если ты сердце раскроешь, то мои слова дойдут для тебя. Иеремия, 20 глава, 8 стих. Ибо лишь только я начну говорить, говорит Иеремия, я кричу о насилии, в опиё разорении. Потому что Слово Господне обратилось в поношение мне и в посмеяние повседневное. Если бы я не говорил, ну нормальные были бы, хорошие наши отношения. Я смотрю за детьми, дети, гляжусь, с презрением относятся. А я мало влажно, я этим не волнуюсь. Я и родителям все скажу. И пророк, когда нас за 2700 лет говорит, Слово Божие обратилось мне в поношение, в посмеяние. Я только заговорю, меня пальцем тыщет. Вы хотите получить награду пророка Иеремии, начните говорить посолу Божию. Начните говорить правду. У нас в армии, вот у нас стоят братья, служили, и ни один ворота не брил в армии. Не брил, и обошлись. У меня на военном билете с бородой, а тогда вообще нельзя было. Ну конечно, бес во мне. Так признали. Все нормальное было, и друг свихнулся. Вот тогда премудрость оправдана. Премудрость это сам Господь. Я к вам строго отношусь, вы не обращаетесь. Я к вам славка, вы ничего не понимаете. Слово премудрость в Библии встречается в 115 утра. Хорошо? Варус 3.12 говорит, люди оставили источник премудрости. Я говорю только о премудрости, не о мудрости. А где источник премудрости? У Христа на коленях. Когда меня спрашивают, а где вы берете темы? Спрашивают писатели, притом очень известные. Фаосы спрашивают, вот у вас стихи прочитали? Я никогда такого не считал. Глава всех писателей на Алтайском крае говорит, где вы такую тему берете? А у меня ее нет темы. Я у Бога его упрашиваю. Каждое утро. Я начинаю с нуля. А сам у меня ничего нет. Но у меня есть лесовка. Я прошу вас, заведите лесовки, горошники насадите. Сто поклонов. Не дается? Еще сто. И в каждый поклон вложи любовь Господу. Господи, я смиряю и порабощаю тело мое, чтобы получить обещанное. Дай мне развить мой талант. Откроется такое, что ты знать не будешь. Ты только проси. Ты только не сомневайся и верь. Как Сергий Радонежский. Ну кто думал, что арталмейка будет на отличном учительстве? Тебе трудно? Никогда в игры не играй. Я с отраком молился, говорю, давай повторяй за мной. Господи, я обещаю тебе, никогда не играть в компьютерные игры. Он повторяет, смотрите, не нарушьте. Ему уже стало легче. И он сам говорит, давай еще раз помолите. Я хочу вас этого избавиться. Извать из-за телевизоров. У вас будут не дети. И не преступники даже. Бесноватые. Потому что Бог любит народ свой. А неверующие ему нужды нет. Он брошенный. А Бог вас будет чистить и переворачивать. Варух 3.23 говорит, сыновья Агарии искали земного знания по университетам. Но пути к премудрости не познали и не заметили стезей ее. Сыновья Агарии, рабыни. Сыновья мирские. Что кончил? А ты божественный что кончил? Тебе когда-нибудь задавали такой вопрос, когда ты говоришь по Библии, кто-нибудь сказал, а вы что кончали? Наши сестер спрашивают. Вы, наверное, семинарии кончали? Я говорю, да женщины-то не кончаются. Ну, какие-то там чувства есть. Чтобы ты заговорил, сразу чувствовалось. Здесь Дух Божий. Даже человек не понимает, он на другом уровне осознает. Это не земные слова. Премудрость 1.4 В лукавую душу не входит премудрость. И не будет обитать в теле, порабощенном греху. Вот для причины. Надо жить свято, чисто и не лукавить никогда. 1.5 Святой Дух Премудрости удалился от лукавых. Ты прочитал и ужаснись. Премудрость 6.9 Чтобы научились премудрости от меня, говорит Господь. И 6.20 Желание премудрости возводит к Царству Небесному. Желание. Желание быть со Христом, это уже подвигает к Царству Небесному. 7.28 Бог никого не любит, кроме живущего в премудрости. Почему и написано, такие люди из старости сочные, плодовиты и свежие. Все в духовном плане. 7.30 Свет сменяется ночью. А премудрости не превозможен злоба. А навсегда. Во время скорби, печали. С кем бы ты ни встретился, я свидетельствую вам это, что Бог позволил мне быть среди преступников день и ночь спать. Какой бы ты сильный небос и спать ляжешь. Ложку точат, заточься с тобой, ложки, ложки-то дают везде, заточки тебе горло перережут. А меня охраняли. Наоборот, никого не подпускали. Самый главный брал охрану и сказал, чтобы на соседней койке никто рядом даже не сидел. И днем, и ночью. Почему? А я им все говорил. Говорил правду, им не нравилось. Я шел под защитой Господней и свидетельствой. Ваш путь украсится. Может быть даже еще лучше. Радуйтесь, что Бог вам дает. Что в лицо вам никто не дует папиросным дымом. В расцвет премудростью бессмертия. Не в таблетках. Что богаче премудрости, которая все делает. 8.5. Это все считаю я премудрость Коломона. И 9.17. Волю Твою, Боже, кто мог бы познать, если бы Ты не даровал Ему премудрости и не спасал свыше Духа Святого. Одно дело молиться, да будет воля Твоя, а другое дело эту волю выполнить. А какая воля Божия не знать? А она с утра до вечера воля Божия должна проявляться в нас. Итак, прошу премудрости и Духа Святого. Я волю Божией на каждом шагу буду знать. Ехать, не ехать, остаться, не остаться. Говорить или молчать. Бог полагает это на сердце. 10.9. Премудрость спасается от бед служащих ей. Не телохранители. Сирахов 1.5. Источник премудрости Слова Богости Вышнего. Ну ты ищешь премудрость. Я тебе говорю, премудрость в Библии, все. Прямо Сирахов об этом говорит. И 1.14. Любовь к Господу. Клавная премудрость. Аминь.15. Сначала премудрость бояться Господа. Бойте не попасть в ад. Вот в этом состоянии тебя Господь заставит. То как это будет? А в любой момент сверху может остановиться. Зато многие легли спать, не встали. Вот сейчас, ну знаете, автобус ехал, ударился 14 трупов сразу. Прямо на остановке. Прямо на остановке. Скрежет 14, не свет на кто еще сколько умрет. А уж про самолет говорить не надо. По 180 больше людей. Я считал страшную трагедию. Один самолет поднимается. 350 человек. А другой взлетает 380. И столкнулись в воздухе. Трехэтажные самолеты. Самая крупная авиакатастрофа. Больше 700 человек оказалось поврежденным. И большая часть погибла. А кто думал, что смех будет? Премудрость в Сиракова 1.16, 18 и 20. Полнота всей премудрости и корень премудрости. И венец премудрости. Тире. Бояться Господа. Бояться. Как? А чем бояться? Как бояться? Чтобы его не огорчить. Господу не угодно. Я никогда к этому не прикоснусь. Бог желает, чтобы мы не трезвы были. Никогда в рот грамма алкоголя не возьму. Ни к табаку, ни к наркотику не прикоснусь. Бритвы эти несчастные выброшу. Помады всякие женские в руки не возьму. Богу это не угодно. На полтенье красоты не купишь, если Бог тебе ее не дал. За кого-то говорит. Сиракова 25.13. Как велик тот, кто нашел премудрость. Хотя бы он был самый нищий, самый бедный. Ты нашел премудрость? Тебе скажи, я ее нашел. Святом Слове Твоем. Я нашел ее во Христе Иисусе. Он умер за меня. Я поверил, что кровь Христа меня омыла от грехов. Я вошел в Святую и Православную Церковь через Святое Крещение. Сиракова 25.13. И Исход 28.3. Я исполнил Духа премудрости. А в чем? Чтобы сделать одежду Аарону. Чтобы он был священником мне. Мы так привыкли. Идем, а тут священник уже знает. А священник вечером особую молитву вычитывает. Когда мы занимаемся своими делами. У него какая ответственность. Что меня отвлечье. Он нуждается в особой помощи. А эти одежды освященные. У особой благодати. Он прямо об этом пишет. Премудрость в том, что сделали эти одежды Аарону. Это не в Святой Завете скажут. Тем более в Новом Завете. Второе параллельмест войнон 1.10. Дай мне премудрости. И чтобы я умел выходить перед народом. И входить. Выходить перед народом. И входить это не только царям надо. А и нам. Пока молчит человек может пойти за мудреца. А заговорил и видишь мудрости нет. Наполни уста и Слово Божие. Чтобы из слева потекли репи воды живой. Салон 36.30. Уста праведника и царекают премудрость. Ну а если я не праведник. Не праведник в рай не войдешь. А праведное дается через омытие крови Христа. Через пошествие Духа Святого. Как смотрите. Какая перед нами задача. Ну мир это ничего не знает. Мы каждый день совершенствовать это должны. Вот пришли в храм одни, а уйдем уже другие. Я вам сказал в скамейках не случайно. Вы обдумайте как сделать. Поставьте саморезкий дверь достали этих до больных. Им не надо. Это их расхолаживает. Они садятся спать. Марк 6.20. Слушая Христа восклицали. И что за премудрость дана ему? О каком ребенке могут сказать, что ему дана премудрость? Если он словом Божиим не пропитан. Лука 11.40. Премудрость Божия приобретает друзей тебе. И готовит праздников. И ангелов. А Господь посылает их к людям. И одних из них убьют, исполняют премудрость. Других изгонят. Ты скажи, а я обладаю премудростью. Это безопасность. Да? Перед Богом. Что ты не окрестнешься от Бога. Но на тебя особое гонение будет. Мир ненавидит. Когда девушку одну из уродов. Почему? А потому что она противее нас. Они испортили ее. Почему? Она одна оказалась в детстве. Считаешь, ужас берет. Я разговариваю со следователем. Такое было ли известно? Он говорит, никогда этого не было. Никогда. Потому что позорная женщина ненавидит честно живущую. Вот так было их глупо. Живущий ненавидит премудрость. Лука 25.11. Я дам вам уста, говорит Господь. И премудрость, которой невозможно противоречить. И противостоять все противящиеся вам. А знаете, как наполняется сердце радостью, когда беседуешь, и люди какого-то звания, что-то знают, и они ничего не могут превозможить, а ты только молишься Господе. Закрой их уста. Чтобы ты знал, что сила в тебе, Господи. 1 Коринфянам 1.25. Премудрость Божия дана человеком от Бога. И 1 Коринфянам 2.7. Глава 7 стих. Он дает нам премудрость, чтобы мы свидетельствовали о Христе. Колоссянам 1.9. Он дает эту премудрость и закрепляет ее нам разуме. Колоссянам 3.16. Чтобы мы говорили слово с премудростью, и чтобы оно было приправлено солью, дабы знали, как отвечать каждому. Аминь. Аминь.